Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте продолжим после праздника в нашем путешествии по книге Тиелим. Следующий у нас 24-й псалом. Этот псалом очень схож духовно с 23-м. Все отмечают, комментаторы, их родство такое. Этот псалом должны были произносить при принесении ковчегов святая святых. Это само по себе показывает, насколько это важный псалом. Написано очень сильный для заработка. Человек, у которого есть проблемы с заработком, у него есть два варианта. В Йом-Кипур, перед открытием Аран-Кодыша, говорят этот псалом и говорят своими словами молитва. Она доходит, написана до неба. Или в обычный день, утром, читаешь этот псалом, и потом своими словами обращаешься с просьбой о парносе. Написано, что это очень сильный псалом от наводнения. Мы не понимаем, во всех источниках пишут, что сильнее от наводнения нету защиты, чем вот этот псалом. Что еще? Написано, чтобы в суде про тебя не говорили плохо. Если ты хочешь с кем-то судишься, или какая-то тяжба, тоже очень помогает этот псалом. Три раза его читают перед важной встречей. И тоже тогда написано, что это очень хорошо влияет. Я уже говорил, для победы в суде, именно потому что Ашем завязывает язык врагам. Здесь так есть такая, поворачивают так фразу одну. Хорошо читать 24-й псалом, вообще каждый день написали мудрецы. А уникальные все-таки свойства, повторяю, этого псалма, это спасать от наводнения. Он уникален в этом плане, и ему равных нету. Материальное благополучие, еще раз повторюсь. И чтобы понять еще раз суть этого псалма, давайте вспомним то, что эту песню Давид сложил, написано при внесении Ковчега Завета в Святая Святая Храма. И песня родилась, когда Давид возносил жертвоприношение, и Бог сказал ему, где будет место его дома. То есть, очень высокий духовный псалом, но и помогает, помогает. Браховая слоха, ждем следующего псалома.